Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о самом удобном способе торговли криптовалютами и как правильно рассчитать размер своей позиции. Перед нами открыта программа TradingView. В ней вы видите различные графики. Это могут быть как индексы, как форекс графики, так и криптовалютные графики. Как нам торговать через этот терминал и как нам правильно рассчитывать позицию. Смотрите, у нас здесь есть торговая панель. Когда мы нажимаем на нее, у нас здесь указаны брокеры. Мы можем нажать все брокеры и мы видим, какие здесь вообще брокеры есть. Есть криптовалютные биржи, есть также форекс брокеры и остальные всякие брокеры. Вы можете их выбрать, подключиться к ним и торговать через платформу TradingView. Почему я считаю, что это самый удобный способ, сейчас я вам объясню и вы это увидите. Давайте сделаем это на примере биржи OKEX. Нажимаем подключиться. Сейчас я буду залогиниваться в биржу и вводить свои данные. Все, я ввел свои данные и подключился к бирже OKEX. Если кто-то хочет приобрести программу TradingView, то внизу под видео будет указана моя реферальная ссылка. Регистрируясь по моей реферальной ссылке, вы получите бонусные монеты, которые сможете потратить на приобретение этой программы. И тем самым эта программа будет для вас стоить дешевле. Итак, перешли на биржу OKEX. Смотрите, тут у нас есть разные счета. Есть спут аккаунт, есть деривативный аккаунт. Я, например, на деривативный аккаунт, для примера, закинул 105 долларов. Так, чтобы показать, как это все работает. Что нам нужно дальше сделать для этого? Мы переходим в графики. Мы должны открыть монетку. Давайте откроем наш эфир. Тут мы можем нажать OKEX биржу, чтобы нам конкретно показались все графики на бирже OKEX. Это важно сделать, потому что иначе у нас ничего не будет работать. Мы выбираем OKEX фьючерсный контракт. Вот мы видим наш график. Что происходит дальше? Теперь мы нажимаем на кнопочку торговля. Здесь мы выставляем настройки нашей торговли. Например, плечо. Я ставлю сотое плечо. Подтвердить. А здесь мы выбираем изолированный либо кросс маржа. Ну и также мы можем установить все данные. Что нужно сделать, чтобы войти в позицию? Я выбираю длинную позицию. Вот здесь я могу выбрать длинную либо короткую позицию. Сейчас я хочу войти в движение в лонг, поэтому я выберу длинную позицию. Стоп я хочу поставить вот сюда. Давайте я поставлю стоп на 1%, чтобы вам лучше показать. 1%. Так. Кликаю 2 раза сюда. Например, у меня баланс размер моего счета 10 тысяч долларов. Размер лота я ставлю единичку для криптовалют. Размер риска 1%. То есть, 1% от 10 тысяч долларов, это будет 100 долларов. Нажимаю ОК. То есть, вот здесь. Вот у меня, когда у меня будет стоп, то есть, у меня будет мой стоп равен 100 долларам. Тут он мне показывает, какое количество монет. Вот видите, у меня вот, например, цели у меня вот сюда идут. У меня соотношение риск-прибыль 1 к точке 39. Он мне показывает, какое количество монет мне нужно купить, чтобы у меня, когда цена придет вот сюда, чтобы у меня стоп был равен 100 долларам. Он мне покажет, что мне нужно купить 4 эфира точка 35. Если я хочу сократить, например, стоп поставить вот сюда, то, соответственно, мне нужно купить будет 9 эфиров точка 662. Это такое количество монет мне нужно будет купить. Вот это все нужно рассчитывать сюда вручную. И это нужно всегда считать, чтобы у нас стоп был всегда одинаковый. Чтобы у нас совпадало наше математическое ожидание при торговле. Потому что у нас не может быть разный размер стопа все время. У нас должен быть размер стопа один и тот же, чтобы, ну, когда мы торгуем, чтобы у нас было определенное математическое ожидание. Прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о нашем телеграм-канале. В нем вы увидите ежедневные обзоры рынка. Получите различные обучающие материалы, фишки и лайфхаки. Каждый день мы публикуем идеи для входа в сделки. Узнаете самые последние и актуальные новости рынка. Мы разбираем наши сделки и подробно объясняем причины входа. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Итак, мы видим, что нам нужно купить, например, 9 эфиров 662. Дальше, что я делаю? Нажимаю правой кнопкой мыши. Ну, смотрите, у меня сейчас баланс 105 долларов, я поэтому уменьшу. Я напишу вот так вот 105, поставлю 20%. Нажимаем правой кнопкой мыши. Создать лимитную заявку. Видите, как только я нажал создать лимитную заявку, у меня сразу вписалось количество, ну, цена, по которой я хочу создать. 2357, где как раз находится вот эта линия. У меня написано сразу автоматически мой take profit, вот здесь стоит. Мой stop loss. Тут стоят все настройки. И у меня автоматически вводится количество монет, которые мне нужно купить. То есть мне не нужно это вводить, вбивать в терминале. Я нажимаю просто купить. Заявка о покупке отправлена. Что я могу сделать дальше? Вот здесь вот, если я подниму этот терминал, у меня здесь написано мои заявки. Что у меня происходит? Давайте перейдем на криптовалютную биржу, посмотрим, как это отображается там. Маржа у нас стоит кросс, плечо сотое. И что статус нашей заявки, он не выполнен еще. Давайте отменим эту заявку и войдем маркетом с биржи. Кстати, тут видите, сразу он мне покажет, что у меня будет минус 20 долларов и 70 центов. А тут он мне показывает мою потенциальную прибыль, которая у меня может быть. Так, эти заявки я отменяю прямо здесь. Все, мы их отменили, их больше нет. Что я хочу сделать? Я хочу, например, зайти по рынку. Я вот так просто замеряю. Он мне сразу, он делает замер, видит, я нажимаю на кнопку. Пойти по рынку. Все, моя заявка исполнена. У меня расставлены мои стоп-лоссы и мой тейк. Сейчас переходим на биржу. У меня уже ставят мои стоп-лоссы, я в открытой позиции нахожусь. Возвращаемся в терминал TradingView. А здесь же я могу регулировать еще раз дополнительно свой стоп и тейк профит. Например, поставить сюда. Тейк профит могу еще раздвинуть, допустим. Я их могу каждый раз менять, куда мне угодно будет, в любые места. И это сразу же у меня отображается на моей бирже. Давайте это скроем. И вот, например, ставлю сюда. У меня соотношение идет 2.27. Мы видим мою потенциальную прибыль, которая у меня может быть. Вот этот тейк, который я хочу заработать, это мой стоп. То есть мне не нужно замерять позиции, мне не нужно делать вот эти просчеты. Я это могу сделать все автоматически. То есть мне не нужно заходить дополнительно в терминал и писать, что я хочу войти на 1 эфир и 558. Потому что это занимает лишнее время. Когда мы торгуем, мы должны сэкономить свое время и мы хотим это сделать все в один клик. И вот сейчас вот у меня здесь покажут, что у меня прибыль составляет минус 1 доллар. Перейдем на биржу OKEX, посмотрим, что там показывается. Все те же самые цифры. У нас цена просто регулируется. Если мы зайдем, посмотрим, видите, наша позиция. Тейк профит и стоп лосс. Наши данные тоже все установлены. Давайте теперь откроем позицию в шорт. Я выбираю короткую позицию. Например, хочу шортить вот отсюда. Поставить стоп сюда. И тянуть сюда. Также он мне показывает, какое количество мне нужно взять. Я нажимаю создать лимитную заявку. Нажимаю продать. Моя лимитная заявка создана. То есть я вижу, что у меня будет стоп 26. Тут стоп 39. Почему стоп 26? Потому что у меня здесь изменились данные. Вы этот шаблон можете вот здесь сохранить. Нажать сохранить как шаблон. Чтобы у вас все параметры были всегда одинаковые. Потому что в лонговой позиции мы только что вводили. У меня было там 105. А для шортовой я не настраивал. То есть вы это можете сделать как шаблоном. А для нас настроить и все. Сейчас мы так же ввестим в позиции. Просто нажимаем потом сюда, если хотим выйти. Почему этот способ и почему этот метод намного лучше, чем с биржами? Работать напрямую. Потому что я говорю, что когда мы сидим над графиком, нам важно принимать решение в моменте. И бывает нет времени все это вывести вручную. Тут мы можем это все сделать в один клик. И это намного проще. Давайте эту заявку отменим. Чтобы выйти и переключиться на другую биржу, мы просто выбираем сюда и нажимаем выйти из OKEX. У нас здесь есть различные биржи. Но так как мы знаем, что у нас с Binance у россиян проблемы. На самом деле биржа OKEX довольно-таки хорошая биржа. Я показал поэтому на ее примере. Также у меня есть обзор на биржу BingX. Тоже довольно-таки хорошая биржа без всяких санкций. Все отлично. Я бы вам мог посоветовать то торгуйте на бирже BingX и также торгуйте на бирже OKEX. Внизу на видео будут ссылки указаны на регистрацию на этих биржах. Это мои реферальные ссылки. При регистрации по моей реферальной ссылке у вас будет скидка на комиссию. Потому что на самом деле комиссия торговли за месяц, если у вас нормальные объемы, она может достигать типа 1000 долларов, может 2000 долларов, 3000 долларов. Все зависит от того, какие у кого объемы. И те скидки, которые я вам предоставляю, они сэкономят вам, соответственно, средства. Так что регистрируйтесь на бирже, пользуйтесь этим способом торговли, который я вам показал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, также переходите в Telegram-канал. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите свои вопросы, если у кого-то какие-то остались. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня.